так что получится если вишню привить на черешню есть у вас подобного если это извращение черешня очень слабо морозостойкая так вот если она служит подвоем а значит как бы не замерзает вот ваших краях не замерзать допустим через и нормально плодоносит дает крупные плоды зачем ей вишня которая является как бы последний черешни черешья королева сада вишня это плебей так сказать вот так дворняга зачем им приводить на черешню мне дорогой не уходить надо тогда подумать как сделать узнаете вишня и черешня они очень близко родственники можно получить таким путем но только если с условия такое что вы обязательно станете селекционером вот это да почему привели на черешню вишню вы получите в идеале то есть не сразу несколько поколений но о чем мы говорили вы получите вишню черешню гибрид может вегетативный может сеянцевый тогда его можно будет благодаря вашей научной работе переносить на север допустим вы живете селябинская можно перенести в Екатеринбург или вы живете в Сайногорске а перенести вначале в Красноярск а потом еще и в Северный Енисеевск хочется и там плоды иметь у меня же был в Заруханске думал она получится от меня косточки и поедет на юг не в Таруханске садится брал а в Таруханске для меня одно и то же вот так вот поняли да значит вы можете создать гибрид вегетативный или сеянцевый вот это единственное условие для того чтобы взять и реально так практично на черешню поливать вишню так смотрим дальше спасибо а также слова идут кто-то мне сказал спасибо а вот Виктория Усманова Валерий Косиньевич вышла на почте видео ускоренная съемка роста из семян вот я посмотрю это видео я очень мне бы надо только найти как сделать мне надо будет потом я мог где-то в Яндексе найти сейчас куда-то и воткнуть сейчас момент я обычно новинки втыкаю это очень важно потому что ускоренная ускоренная но за три месяца головное отсвечение даю все это все это невозможно так ну посмотрю вот а если что скажу ну все я отстал какие три года какие 30 лет за через три месяца вот пожалуйста вот съемка посмотрим я укрыл опрыгну ветки персики молодые благодарю ну самое элементарное это под снегом чаще всего под снегом не сопривают я надеюсь что вы под снегом так вы в каком районе я в Иржевской Адмуртии какого спрашиваете так ну наверное не у меня так Лемехова Валерий Косинович вот он летучая фраза для вашего норок что что ученый надел нам тут калач копченый что что ученый надел нам тут калач копченый это мне сын так говорит спасибо привет из Москвы я знаете почему я вспомню я ничего не путаю когда-то во душе когда надо было ехать Елена Александровна Савельевич моей духовной дочке в Москву мы взяли и пригласили ее вот вплоть до того чтобы встретить в аэропорту или на ЖД вот я может быть поэтому больше вас запомню чем по другим делам вот с уважением вот я всегда переживаю поедет куда-нибудь бытовые проблемы никто не отменял а ей надо осветиться Елена Александровна светится я говорю твой дочка твой шанс это где-то однажды вот ты же не просто это ты богатая невеста у тебя за тобой технология и сорта мои наши уже наши зеленские сорта которых нет вообще нигде на планете и красотами называют пусть вегетативного сорта нигде нету и стоимость им настоящая это бюджет всех этих сибирских этих институтов то есть миллионы миллионы долларов а не денег вот какая-то у нас невеста когда-то поймет москва значит однажды городничен скажет я встречу я довезу вот и внесет свой вклад а может по селе внесет свой вклад в это вот это я запомнил что вы оказались гостеприимным москвичем спасибо не пригодилась но все-таки в душе уважение к вам осталось марина получается что по двое черенка корневой шейки не имеет так канцелярским корректором можно делать пятно на столе там можно неплохой вариант тем более слегка смывается маркером толстым перманентом года на два хватит на два не надо только на переезд все только на переезд надо же хватило на месяц сколько ну то есть сергей допустим метки делает перед выкопкой а через день или два он может уже в одном месте расти зачем два года черточка горизонтальный уровень земли черточка вертикально правильно юг нет просто одной точке не надо черточки все таки мажут . эта точка на уровне земли эта точка показывает на юг не надо черточки ну хотя я не отрицаю нагляднее когда-то черточка нагляднее приветствую чернобаев персики привет или ко мне собственно если привиты это за что значит у него остались мои я показывал фильмы снимал и фотографии есть у него остались еще до сих пор живая когда он укрывал я говорю это че там нижний внизу вот так пальцы доросло не просто они же веток полсотни а я же вы же него не отрезали вот их все подряд а этот торчит что-то он не молодой господи так это ваши мои то есть мы и привиты и у него уже есть выращенный из косточек вот так то есть и те есть и те есть аж привиты на что это вопрос ко мне привиты на абрикос на маджурске если речь идет о тех первых двух ветеранов всем привет архангельская область я отмечаю уровень земли и юг при пересадке мастикой долматого так сережка пишет самые крутые наши украшки ребята я перед ними даже рабе так смотрите сережка пишут будем ждать хотя третий час заканчивается народу постепенно уходит но не все самые закаленные остаются так я дождусь а вы как хотите спокойной ночи например так селевушка есть идея применить литфикации кварцевый песок он лишён сакорганический там понимаете я никогда чего не пробовал я допустим должен как-то рюк до а песок или нет песок не знаю я как пробую строительный песок который идет на это как правило на бетонирование там ведь такими пользуюсь вот а другое дело что кто-то должен попробовать а потом сказать ба кварцевый песок у меня органики значит всеми семена не гниют не плеснивают может быть вот так есть селевушка я теперь ждем что александр николаевич нам скажет теперь еще выбор пишет ничего и терпеливый я не знаю что не знаю вот антон валерий сафронов мой соучредитель вот этих семинаров вот он все с этого имеет так ну давайте хотя бы вот если вот попадает вот сюда вот видите доказать семена то что так какая-то это его чего-то перепадет так что имейте ввиду мы работаем почти бескорыстно с антоном чем 12 ночи тут в одиннадцати сидит вот ждет когда закончится заодно учиться тоже здорово чуть не сказал слушал слушал год-два-три приехал снимал фильм и все потом крышу снесло гектар взял сейчас отворачиваю озеного кузец со мной очень связываться кончится покой так выбор прошлом году сервисировал в опилках что нашлось под рукой наверно в опилку тоже годятся наверно единственное я всегда против опилок хвойных сильно кислая почва так идем дальше опять несколько новых человек здорово и окажем берегу спасибо за черенки пожалуйста вот все пошло абрикосы и вишни а значит у вас было пилки и все пошло и абрикосы и вишни вмотаем на ус я в таких случаях говорю не обязательно рисковать всеми семенами опилки сразу чуть страх страшновато давайте третью часть в опилках третью часть кварцевом песке например третью часть простом песке который идет за бетонирование может четвертый например речной песок а потом нам расскажете так смотрим что сергей сергей черенки у меня на всю или зиму не хватит косточек культурных этих там маньчжурцев сыновей там этого добра вот а вот этих до недели через две есть его нормально будет после каждого винара я получаю несколько заказов тогда получается что через кабинарование просто закончится мне чем раньше тем лучше я устал поэтому я жду когда вы их раскупите после того когда косточки фаины у моей ученицы челябинской дали такие результаты а потом еще несколько десятков человек из косточек выросли прекрасный абрикос прекрасный персик что еще надо так смотрим что пишет сергей сергеевич прошлом году я уплотнял песок все же плесень есть грибы аэроба в итоге ни одного намека на плесень не было не понял вот так теперь выбор опять пишет ничего я терпеливый я люблю вопрос вот так вот конкурсия гляну александр алексей серебрик я всегда смотрю такое авторитет ищи как главный редактор местника садовода и вот он здесь с нами вы здорово это сразу придает нашему этому кружку есть уж такой чек с нами здорово это я все гляжу есть знакомые если такого каждый раз несколько незнакомых фамилий здорово так теперь что нам пишет александр выбор и так весь холодильник забить семенами с песком также сильно не поэкспериментировать а не надо жадничать много заказали или много на семена собирали вот так вот жадность она в данном случае хорошая качество холодильник забит семенами не слова музыка холодильник забит семенами здорово все по моему больше ничего никто не пишет друзья прошел 4 час так но это не я это вы задержали будем прощаться не забывайте заказать семена в каталоге черенки видели каталог не обновлялся прошлого года по черенкам а можно все равно не хватит кто чего закажет то то и будет ну я дальше свинью подсовывать многие что получили помните сколько сегодня он преподнес чем через 8 году ко мне за черенками очереди вы строитесь это я специально злорадствую вот я никогда не откажусь от прививок я не знал я не знал я не знал что это что нельзя прививать что литеративная гибридизация это лженаука меня глаза открыли выпускницы темирязева кандидата наук 21 веке в 21 году я уже все мне 71 год они мне глаза открыли что же лженаукой занимался 37 лет представляете мне что теперь делать я понять его взять пилу выпилить все это а девчата все прощаемся друзья мои до следующего понедельника больше нас не стало меньше тоже не стало но сейчас у нас появился этот самый у нас появился яндекс джен и желающие заказательные косточки и черенки прибавится потом будете жалеть кто не успел тут опоздал я специально говорю так потому что впереди весеннее обострение там меня ждут страшные времена вот когда мне будут уговаривать ну знаете как мне уговорить пришлите одно семечко я вас умоляю это у человека весеннее обострение несколько заказов было ну хоть три семечка вот это я их уважаю заказывает лучше сейчас до свидания друзья я прекращаю трансляцию до следующего понедельника антону речь просьба писать ссылку